ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здравствуй, дочка. Привет. Я зайду? Заходи. Все сердишься на меня? Мама, зачем каждый раз это обсуждать? Ты свой выбор сделала, тема закрыта. У меня всего полчаса. Я ненадолго, Ира. Я попрощаться пришла, завтра уезжаю. Далеко собралась? Аркадий Петрович после выздоровления новое место получил. В посольстве Швейцарии. Говорят, не страна, а сказка. А он у себя дипломат, что ли? Аркадий Петрович больше по хозяйственной части. Месяц-другой осмотрюсь, язык подучу, ну, устроюсь куда-нибудь. Я надеюсь, у них там есть парикмахерские салоны, только вот зарплата не те, что у нас. А главное, Аркадий Петрович не против, чтобы ты со временем переехала к нам. А это еще с какой радости? Ирочка, Аркадий Петрович просто замечательный человек. Мама, а можно после каждого третьего слова не вставлять, Аркадий Петрович? Я никуда ехать не хочу. Ты не понимаешь, Ира, там перспектив больше, там жизнь другая, люди другие. Да? Ну, уезжай. А нам с папой здесь хорошо. Угу. Он все выпивает? Нет. Ну, да. Ты его всегда защищала. Если бы ты знала, как меня все это достало, только сейчас я почувствовала себя человеком. Значит так, доучишься этот год в университете, за это время я подумаю, как тебя перетащить к нам. Значит так, мам. Мы с папой сами разберемся, как нам жить. Видишь, я дома. Молоко купила, твой любимый йогурт. Здравствуй, Сергей. Я пойду. Звонить буду. Только ты отвечай. Звони. Пап, все хорошо? Нормально. А чего она хотела? Она со своим за границу уезжает. С собой звала. Папуль, ну я никогда от тебя не уеду. От тебя и Гоши. А кто такой Гоша? Гоша – это Егор Зарубин. Мы вместе в универе учимся, но только на юридическом. Зарубин, Зарубин. Это что, сын этого самого Зарубина? Зам нашего мэра? Угу. Папуль, я сейчас тебе кое-что скажу, только ты пообещай на меня сразу не злиться. Хорошо? Хорошо. У меня будет ребенок. Ну, вернее, у меня и Гоши. Опа. Папуль, мы скоро поженимся, я буду самой счастливой на свете. Ты маме сказала? Да у нее там другие приоритеты. Но мы с тобой сами справимся, правда? Да. Доброе утро. Мне бы к Зарубину. Вы записывались? По какому вопросу и как ваша фамилия? Я не знал, что надо записываться. Я по-личному. Шульгин Сергей Михайлович. Я это при входе показывал? Сейчас попробую уточнить. Возможно, Андрей Гаврилович вас примет в порядке исключения. Можно? Что у вас? Только в двух словах. Я вот, собственно, пришел лично познакомиться с будущим родственником. Не понял. Так, а что тут непонятного? Ваш, Гоша, моя, Иринка. Надо обсудить свадьбу заранее. Сколько гостей с вашей стороны, сколько с нашей. Вы что, шутите? Какая свадьба? Кто вы вообще такой? Я Шульгин Сергей Михайлович. Прораб строительного управления. Моя дочь Шульгина Ирина учится с вашим сыном. И вот от него беременна. Скоро собираются пожениться. Чего тут непонятного. Любовь у них. Вот пришел познакомиться с будущим сватом. Вы, я так понимаю, совсем не в курсе. Подождите, подождите. Вы что, пьяны? Ну, принял граммульку для храбрости. А так я не пью. Сейчас. Только по праздникам могу. Давайте, знаете, сделаем вот что. Перенесем наш интересный разговор на позже. Мне сейчас некогда. Люди у меня. Понял. Я тогда завтра после смены зайду. Понял. Пять минут. У меня важный звонок. Я поговорила с папой. А ты со своим. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, папа. Ну, не веря. Где же еще? Вот, собираюсь на экзамен идти. Международная экономика. Да, хорошо. После экзамена сразу у тебя. Железно. Все, на связи. Серьезный разговор ко мне. И у меня к нему тоже. Внахлест давайте. И пошли, пошли. Михалыч. Привет. Скажи, а ты что сегодня вечером делаешь? А что, есть предложения? Сергей Михалыч, мы сегодня с Виктором расписались. Было дело. Все, окольцевался я. Конец холостяцкой жизни. Ну, работнички, а чего же вы скрывали? Я бы в ЗАГС пришел, с цветами поздравил, как положено. Ты успеешь еще поздравить? Ты сегодня в часиков семь, да? Да. Приходи в столовую при общежитии. Там сядем, выпьем, отметим. Придете? Ну, надо же. А у меня Иришка тоже замуж собралась. Деда меня сделать хочет. Так Михалыч, поздравляем. Класс. Мы это, с Полюшкой тоже дочку ждем, скажи. Да. Да. Ну, чего ты смущаешься? У нас вообще большие планы. Она мне еще потом сына родила, потом еще одного сына, потом... Да ну тебя, ну перестань. Хорошего у тебя женщин, Витя. Береги ее. Ну, так и будет. Может, отпустишь нас? Ну, такой день, мы там приготовимся, пока, да? Иди. Ой, Михалыч, отпусти ее. Жениться он собрался. На ком? На дочери какого-то прораба? Идиот. Я поверить не могу. Ловко она тебя окрутила. Папа, ты ее совсем не знаешь. Да я знать ее не хочу. Ее папаша алкоголика тоже. Значит так. Егор, делай, что хочешь. Уговаривай. Денег можешь дать. Я подкину. Но чтобы этой Ириши в нашем доме не было, ты понял меня? А если нет? Если нет, тогда ты должен понимать, что тебя ждет в этой жизни. За учебу твою платить не буду. Без копейки оставлю. В армию загремишь. Продолжать или достаточно? Ты так долго, я от тебя заждалась уже. Подожди, а что там папа? В общем, даже не знаю, как начать. Говори как есть. Малыш, наша свадьба ненадолго откладывается. Понятно. Я сказал ненадолго. И это... Ребенка пока быть не должно. В смысле не должно? Гош, он уже есть. Ты предлагаешь, чтобы я сделала... Малыш, поверь, мне так надо. У нас с тобой потом еще будут дети. Ну... Ну не серди, сейчас правда никак. Гоша, скажи мне правду, твой папа просто не хочет меня знать, да? Нет, что ты, он... Он просто сказал, что нам рано пока. И, типа, жить негде. Мой папа поможет в первое время, он обещал. Поможет. Да, кстати, твой папаша все испортил. Пришел к моему утром знакомиться под шофе, прикинь? Я не просила его. Он что, у тебя алканавт, что ли? Ты же можешь ребенку передаться. Ира, стой. Я завтра деньги принесу. Не трогай меня. Ира, стой, ну зачем ты так? Не ходи за мной! Горько! 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 Раз, два, три, четыре! А когда? Когда родится ребенок Анохиным, нужна будет комнатка побольше. Да! Хорошо вы, Марья Семеновна, сделайте! Да, конечно, сделаю. Две! И когда пулюшка родит, помогу нянчить. А наша у нас детдомовская, у нее никого нет. И вы видите, в прошлом году мама умерла, так что им надеяться не на кого. Ну, все. Давайте. Слышала, твоя Таисия сбежала, побогаче нашла. Не знаю. Я его денег не считал. Нашла и ушла. Уже полгода как съехала. Так ты теперь холостякуешь? О-о-о! Саря! О-о-о! Саря! Оп! Что вы дождь свою снимали? Давай сахем у вас! За здоровье молодых! Ура! Ура! Михалыч, всем путем. Не заскучал, не? Да, пора мне. Да куда? Пойду я, пойду. Рад. Очень рад за тебя видеть. Вон, смотри, как у Полины глаза светятся. Отдыхать ей чаще надо. Ей на работу полегче перевезти. Да я договорился. Сережа, будешь крестный? Позовешь, буду. А сколько еще ходить? Так не видно. Месяцев шесть, по-моему. Да долго еще. Да долго. В моей Аришке где-то столько же ходить. Будут вместе рожать. Ага. Хором. Давай за девчонок. Веришь? Ты что, плачешь? Кто тебя просил идти к Зарубину, а? Зачем ты ему все рассказал? Я тебе свою тайну доверила, а ты? Не будет теперь никакой свадьбы. Как так? Точно почему? Да потому что не нужны мы им. И Гоша ей не нужна. Он сказал аборт мне делать. Это его отец настроил. Так все, все. Я ж не знал, что так будет. Я думал мужик нормальный, поговорили, а ну как вышло. Ну я все исправлю. Ты только не плачь, пожалуйста. Что ты исправишь, пап? Что ты вообще можешь в этой жизни? Отвезешь меня домой и свободен. Как скажете, Андрей Гаврилович, ваше слово закон? Что, ваш сыночек дело натворило, папаша ему сказал в кусты спрятаться, да? Я правильно понимаю ситуацию? Ты что мелешь, придурок? А навали отсюда. Кто ли оставил, я сам с ним поговорю. Чего вы хотите? Только быстро и конструктивно. Ваш сын обещал жениться? Вот пусть женится. Пусть ребенка примет, даст свою фамилию, как положено. Нет. Дальше. Дальше? А чтобы вы не сомневались, я такую бучу подниму, что вам жизнь медом не покажется. И полетите со своего теплого местечка пинком под зад. И сыну вашему кислород перекрою. У меня тоже связи имеются. Все сказали? Не смею более задерживать. Вежливый, да? Думаешь, блефую пустые угрозы? Ну, знай, господин Зарубин. Пусть это будет тебе наукой, как хорошим девушкам жизнь ломать. Три дня тебе даю. А дальше сам увидишь. Что за хмырье, Андрей Гаврилович? Чему от вас надо? Хочет жизни подпортить, урод. Витя! Э! Что за пожар? Вроде же еще не обед. Михалыч, машину сбил. Да ты что? Когда? Вчера ночью. Я шел мимо конторы, слышал, вы с больницы звонили. Ну, ты узнал, в какой он больнице? Ну, может быть, навестим? Некого навещать, Витя. Умер на Шульгин, не приходя в себя. Да как что? Ты дочку его знаешь? А? Видел пару раз. Надо бы помочь с похоронами. Жизнь. Был мужика и нету. Ну, пойдем. Если что-то нужно, ты не стесняйся, обращайся. Хорошо? У меня все есть, спасибо. Держись, солнышко. Прими мои соболезнования. Я только узнал, он не успел на кладбище. Кто его сбил? Нашли. Хочешь, я могу у отца попросить, он возьмет это дело под свой контроль. Не надо никого ни о чем просить. Гош, уйди, я хочу побыть одной. Молодцы. Мне ничего от тебя не надо. Уйди. Хорошо. Хорошо, я уйду. Ира, прости, что я тебя сейчас спрашиваю. Ты сделаешь то, о чем я тебя просил. Потом, может быть, просто поздно. Тебя папа прислал, да? Да я видеть тебя не могу. Нет никакого ребенка и не будет. Все? Ты доволен? Ира, я скоро улетаю в Лондон учиться в бизнес-школу. На пару лет, наверное. Счастливого пути. Папочка. Как же я теперь без тебя? Как мы без тебя? Давай. Давай, давай. Подарайся. Молодец. Глядись. Молодец. Еще разок. Я больше не могу. Можешь. 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 Вот так. Да, 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 да. Молодец. Еще чуть-чуть. Возголовка проявилась. Давай, 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 давай. Ого. Молодец. Красавица у тебя, дочка. Поздравляю, мамочка. Кому сообщить? У меня никого нет. Что, совсем родных, что ли, нет? Только мама, но она далеко за границей. Поль, покажи дочку. Поль, на кого хоть похожи? Молодец. Встала уже. Я после кесарования три дня пластом лежала. А что маленькая такая, а? Вырастет, не сомневаюсь. С пополнением у тебя, Витек. Спасибо. Анохина! А как назовете? Лизавета? Так маму мою звали. Лиза Анохина. Лучит. Поль, выходи к нам уже, давай. Первородка. А у меня третья, представляешь? И все девки. Муж бесится, сына хотел. Надеялся на узи ошиблись. Добрый вечер. Мама, ты как здесь оказалась? Я как узнала, сразу самолет. Аркадий билеты из бюро не взял. Пойду с вами проверю. Ты что ж творишь, Ира? Ты почему раньше не сообщила? Отец у ребенка имеется? Я почему-то так сразу и поняла. Почему раньше тянула, если знала, что одна? Кто этот негодяй? Не важно. А что важно? Посоветовалась бы с матерью, поди не последний человек для тебя. Как ты дальше жить собираешься? Как-нибудь, как все. Не нужно было тебе приезжать. Как все? Ты жить дальше не будешь, ясно? Я обо всем подумала, Ирина. Напишешь отказ от ребенка и поедешь со мной, я тебя здесь больше не оставлю. Мам, какой отказ? Это моя дочь. Как можно? Ты одна ребенка не вытянешь, хоть костми ляжешь. Девочка здоровая, я узнавала. Ее с радостью удочерят, еще и спасибо скажут, и ты поедешь со мной. И начнешь новую жизнь. На определенном этапе девочка моя нужно делать выбор. А он бывает не самый простым. Я ее не брошу. Даже не уговаривай. Я справлюсь. А ваша дочь хорошо подумала? Ну, просто нет другого выхода. Вы поймите, она одна, без мужа. Я далеко. У меня муж на ответственной дипломатической работе. Но кто ей поможет? Никому от этого не будет хорошо. Ни девочке, ни Ирине. Так отказ от ребенка написать это ее решение или ваше? Обоюдное. Сергей Леонидович, я узнавала. По законодательству она имеет полное право. По законодательству, да. А по совести? Вот только этого не надо. Разные обстоятельства случаются. Запуталась девочка, с кем не бывает. Она сейчас находится в жутком подавленном состоянии. Пожалуйста, сделайте ей успокоительный укол и она подпишет все бумаги. А я вас отблагодарю. Уберите это. Ваша дочь взрослый человек и сама должна принимать решение. Я вас более не задерживаю. Так вот, а третья беременность вообще легко прошла. Вот правда. Шульгина, уколчик. Какой уколчик? Сокращающий матку. Давай, переворачивайся. Я все сделала. Спасибо. Вот это ребеночка своего бросила. Такая чудная девочка. Прям сердце рвется. Нечасто у нас такое. Мне кажется, я ее знаю. Это Ирина Шульгина, правильно? Не имею права разглашать врачебную тайну. А что теперь с малышкой будет? Какое-то время у нас побудет, а потом передадим в дом ребенка на удочерение. Пока смесь вытягивать будем. Грудное молоко все ж таки лучше. Принесите ее мне, я покормлю. Папа, ты куда собрался? Да еще с цветами. Посещения у нас запрещены. Передачи можно. Ты в какую? Я в двести двадцать пятую. У жены были очень сложные роды. Она не выходит пока. Я на минуточку, на дочку гляну. Все вы тут на минуточку. А мне потом выговаривают. Я быстро, никто не узнает. Ну ладно. Спасибо. Только к рожницам с цветами нельзя. Это вам. Я еле прорвался к вам. Привет. Привет. Как вы? Слушай, роды были тяжелые. Но сейчас как-то получше. Ну слава богу. Ну вроде на тебя похоже, да? Ну чего, смотри, лоб твой, разрез, глаз твой. Не наша, это Вить. Наша, он. Щеки наела и спит. Не понял. А это кто тогда? Никогда не догадаешься. Сергея Шульгина мночка. Михалыча. Дочка родила и отказ написала. Да ты что? А что же с ней теперь будет? Такая хорошенькая, как куколка. Ну давай ее себе возьмем. Поль, ну как это себе? Тебе Лизоньки одной мало. Ну ты же хотел много детей. А я после таких тяжелых родов вряд ли снова решусь. Да и возраст. Витя. А так две будет сразу. Поль, ну это на тебя двойная нагрузка. И денег в два раза больше. Откуда? Я справлюсь, Витя. Мы справимся. В память о Михалыче. Он же другом твоим был. Да разве же он бы позволил, чтобы его родную внучку в детдом сдали. Ты помнишь, как он радовался, как ждал ее? Ну конечно помню. А что мы людям скажем? Ничего мы им не скажем. С визой обещали не тянуть. Да. Даже покупатели на квартиру нашлись. Да. Правда пришлось немного цену снизить, но что поделать, если нужно срочно. Угу. Ирина? А что Ирина? Обычная послеродовая депрессия. Ничего. Ничего, как приедет, увидит другую жизнь, сразу попустит. Конечно. Конечно. Да, Аркаша, я тебе... Я тоже скучаю. Да. Хорошо. Ну все, целую тебя. Пока. Ир, ну хватит страдать, а? Ну встань. Поешь. Не хочу. Я сейчас пойду заберу ее. Сядь. Не дури. Мы все сделали как положено. Назад ничего не вернешь. И соседям я сказала, что... ребенок не выжил. Чтоб не было лишних вопросов. Потому что все такие любопытные. Ирочка. Доченька моя, ну не накручивай ты себя. Ну посмотри, на кого похожи. Тощие. Круги под глазами, плечи опущены. Женщина. В любой ситуации должна оставаться женщина. Оказывается, дети это очень дорогое удовольствие. Ты думал? Барышня? Им еще на приданное копить. Ну что, Анохин? Обустроился на новом месте? Да. О, а че кроватки две? Полина ж вроде одну рожала. Или я че путаю? Нет. Рожала одну. Ну? Ну девочек будет две. Как это? Мара Семеновна, вторую девочку мы у дочери. Только не надо об этом распространяться, пожалуйста. Полина просила, хорошо? Поняла. Ну, Полина твоя. Учудила. Ну, в добрый час, Анохин. Спасибо. Коль, ты это... Тоже никому не рассказывай. А внучке Шульгина, хорошо? Ну, Кате можешь, а своей мы ей доверяем. А так не надо. Тайну дочерейную? Ну, типа того. Каждый день. Когда своих, когда своих заберешь. Ну, завтра после обеда. О, так проходит. О, вы здесь. Мне тут вчера халтуру предложили на завтра. А моя к родителям собралась в деревню. Скандал закатила. Так, а хорошие деньги предлагают. Интересует? Ну, интересует, конечно. Деньги лишними не бывают. Что за халтура? В церкви на высотке плитку положить. Я смотрел, там работы часа на два. Ну, отлично. Поставь контакт. Я на завтра отбыл, взял. Так что с утра свободен, сделаем. Давай. Я не знаю, как ей сказать. Я не смогу у Коли. Может, обойдется, Катя. Виви. В поле вышло. Полюшка! Поздравляем! Ну, давай. Показывай скорее свои сокровища. Какие красотки. Одна спи, вторая глазки открыла. Я уже забыла, какие они маленькие бывают. Здоровья вам, тебе и девочкам. Спасибо тебе, Катюша. А где же Витя? Машина ждет. Идем. Нет. Я без Вити никуда не поеду. Что случилось? Говори. Беда, Поля. Сорвался Виктор с высотки. Скорая увезла. Живой? В реанимации. Поехали. Поль, давай я помогу, может? Что он делал на этой высотке? Это же вроде не ваш объект. Там деньги хорошие обещали. Хотел быстро заработать и к тебе. Спешил очень. Поэтому и не удержался. Упал на крышу соседнего дома, если бы на асфальту кранты. А так сказали, надежда есть. Поль, отдавай детей. Я посмотрю. Где здесь реанимация? Сейчас разберемся. Не волнуйтесь. Простите. Вы что-то хотели? Нам сказали, здесь лежит Виктор Анухин. Ну, тот, который с крыш сорвался. Хотим знать, как он. А вы… Я жена. Ясно. Вам нужно надеть халат. Пойдемте со мной. Не буду скрывать, состояние критическое. Мы б сделали все, что могли, но… Будем надеяться. Витя… Это я. Твоя Поля. Меня с нашими дочками выписали. Мы тебя ждали-ждали, а тебе все не было. Витя, ты обязательно поправишься. Слышишь? Витя, я тебя очень, очень люблю. Не уходи, пожалуйста. Живи. Борись. Ты должен ради наших девочек. Я здесь. Я рядом. Я всегда буду рядом. И Витенька, любимый мой, вы видели? Ему лучше, да? Он же выкарабкается. Скажите, доктор, пожалуйста, да. Скажите. Пожалуйста, идите. Вам больше нельзя. Витя… Витя, я завтра приду. Ты обязательно держись. Ты точно сможешь, я знаю. Потому что ты самый смелый. Ты самый сильный, ты самый добрый. Я знаю это. Правда, вам нужно идти. Прости. Что? Он что ты сказал? Что он сказал? Пусть повторит! Витечка! Витя! Идите лучше! Витя! 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 Спасибо. Меньшая часть. И при том, не самая лучшая. Садись в машину. Где моя дочь? Может, ей плохо сейчас? Ей хорошо. Гораздо лучше, чем с такой мамашей, как ты. Откуда ты знаешь? Может, я была бы для нее лучшей матерью, чем ты для меня? Ира! Мне надоели твои стенания. Иди. Ищи ее. Подыхайте вдвоем под забором. Я устала тебя уговаривать. А хочешь, возвращайся к тому мерзавцу, что бросил тебя. Вешайся ему на шею. В конце-то концов. Это твоя жизнь. Поехали. Все. Успокоились крикухи. Поль, ты ложись. С ног валишься. Так нельзя. Сиди я сама. Что такое? Тихо. Поля. Если такое горе случилось, может, тебе одно обратно вернуть? Пойму, ты ведь двоих сама не вытянешь. Тебе за Виктора компенсацию не заплатят только пенсию по утрате кормильца. Я знаю. Я землю грызть буду, но у моих девочек будет все самое лучшее. Вот увидишь. Завтра пойду их записывать. Одну Лизой, так Витя хотел. А вторую Викторией. В его честь. Ложись спать. Ложись спать. Ох, и длинный день. Спи. Ложись спать. Я у себя, если что. Тихо, тихо, мой маленький. Мама с вами. Мама рядом. Все хорошо. Тихо. Здравствуйте. Извините, что поздно. Мне очень нужна Ирина Шульгина. Я могу с ней поговорить? Нет, не можете. Потому что она давно здесь уже не проживает. Она продала эту квартиру и уехала. А куда, не знаете? Нет, не знаю. Я не интересовался. Ну, может быть, к своей матери. Я поняла. Спасибо. Постойте, у меня есть адрес. Я могу им с вами поделиться. Давайте, если вам не трудно. Одну секундочку. Я жду. Сегодня у моих девочек день рождения. Нам два месяца. Да, Лизочка? Да, Викочка? Скоро придет наша крестная. Будем праздновать. Здрасьте, я опоздала. Идем. Посмотрите, тетя Катя, да? Какие красивые у нас девочки растут. Ух ты! Ух ты! Какие подарки принесла, да? Смотри, вес хорошо набирают. Я там я вообще купила, витамины поешь. Ой, спасибо. Им одежды уже скоро побольше покупать надо. Я там ключ в общежитии дала, чтобы у кого дети уже переросли, чтобы тебе несли в комнату. Спасибо. Да. С имениницами вас. Спасибо, Мария Семеновна. Олюшка, если вдруг ночью опять спать не дадут, зови меня. Все равно бессонница. Катерина, это тебе письмо заграничное. О, гляди. Все, Коля, доложу. От кого? Ну, даже два месяца прошло, ответила. Да так, знакомая, однако. Давай. Спасибо, Мария Семеновна. Аккуратненько. Аккуратненько, галочку. Удочерить девочку было решением вашей подруги. Ее никто не заставлял. И теперь требовать у меня и моей дочери денег на ребенка, это вообще смешно и недопустимо. Убедительно прошу, с подобными предложениями больше меня не беспокоить. Да и сей грещук. Ладно. Сами справимся. Я пойду, Полюшка. Надо, Зари. Спасибо. Да. Мама здесь. Мама рядом. Да. Поля, что бы ни случилось, я всегда-всегда буду с тобой. Я знаю, Катюша. Ой, бабочки. Ти-ти-ти-ти. Какие красивые. Улыбаются. Я уверена, что они вырастут порядочными людьми. И что ты будешь ими гордиться. Конечно, буду. И Витя будет. Он на нас сверху смотрит, и мы его не подведем. Правда, Анухины? Лиза и Вика. Миром. Тихо, Миром. Пусти. Пусти, как мы, задуваем? Ура! С днем рождения! Мама! В 9 лет у нас новая квартира! Ура! Не совсем, конечно, новая. Но это лучше, чем заводское общежитие. Утекай. Ура! Лиза, иди скорей праздновать! У-ху! Так, Анохины, а ну-ка поделитесь своими планами после окончания школы. Вика? Как? Я планирую после школы поступить в медицинский и впоследствии работать детским врачом. Хорошее дело. Я думаю, что с твоими оценками ты можешь рассчитывать на бюджет. А ты, Лизочка, куда планируешь выступать? Ой, ну я считаю, что мне главное иметь высшее образование и крутую профессию. А что для тебя тогда главное? Главное? Удачно устроиться в жизни. Ура! 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 Субтитры создавал DimaTorzok